За каждым портретом история. Прадеды, деды, бабушки, отцы, матери, мужья и жены. Они сражались и погибали за нас. За своих близких ковали победу в тылу. Они верили, что их не забудут. Спустя 77 лет память о героях той далекой страшной войны жива. Её передают потомкам, и даже самые маленькие саровчане знают, какой великий подвиг совершали герои. Это мой прадедушка Самсон Иван Михеевич. Он прошёл всю войну, дошёл до Берлина. У него было пять детей, а после войны родилось ещё три. Это мой прадедушка Королёв Константин Михайлович. А что ты про него знаешь? Он в 10 лет пошёл на войну, и он возил снаряды. Людмила Носова пришла сегодня с портретом своего супруга Владимира Васильевича. Он был на фронте, дошёл до Австрии, где и встретил долгожданную победу. По возвращении домой работал учителем физики в пятой школе. Каждый год, несмотря на пандемию и запреты, 9 мая женщина приходит к памятнику с портретом супруга. Достойный, интеллигентный, умный. Родился в Сибири, в Томске, сибиряк. Теперь я осталась одна вдова ветерана войны. Акция прошла умиротворённо, со слезами на глазах праздник наш. Хорошая погода, очень приятно было. Народу много, сарабчане молодцы, пришли дружно. В бессмертном полку многие шли целыми семьями, чтобы передать эту бесценную память детям и показать, как важно не забывать тот подвиг. Дедушка Наталья Семенко прошёл две войны, финскую и Великую Отечественную. Был сержантом, воевал, но говорить о тех временах внукам не любил. Тяжело было вспоминать те годы. Замечательный человек. Строил срубы, два высших образования, пел прекрасно. И вот был такой момент интересный, мама рассказывала. Значит, взорвалась граната, и осколочные ранения были очень множественные. И то, что смогли хирурги, помогли освободить. В руки попало, в тело. А потом, с годами, у него в течение, наверное, лет 10 или даже 15, вот эти осколочки из тела выходили. Многие участники шествия проделали немалую работу, чтобы найти информацию о своих родственниках, живших в годы войны. Любые данные о них собирали буквально по крупицам. Лидия Парусова пришла на шествие с портретом своего прадеда Ивана Михайловича Чурмаева. История его жизни известна семье только по рассказам бабушки. Мы искали, конечно, о нём информацию на бессмертном полке, просили, через Минобороны запрашивали. Но, к сожалению, информации, так он призывался с Днепропетровского, у нас, увы, мало. Знаю, что были медали, но бабушка в старости всё выбросила, прабабушка, так как она не любила войну. В конце шествия участники акции возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.